Добрый день, наши уважаемые зрители! Буквально час назад президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что в ответ на агрессивные высказывания лидеров НАТО, он приводит силы сдерживания в боеготовное состояние. Вот хотелось бы понять, что это значит вообще, что это за силы сдерживания и как он так вот одним рочерком пера смог решить все наши вообще судьбы жизни. Вот давайте обсудим этот вопрос. Сегодня у нас с нами Краснов Александр Викторович и хотелось бы узнать его мнение по этому вопросу. Что это значит вообще, что нам ожидать и что это за силы сдерживания? Ну, силы сдерживания это целая группа, так сказать, подразделений, так сказать, Министерства обороны, которые имеют отношение к оружию. То есть переводит на русский язык, переводит на русский язык. Он высказывается в том смысле, что из-за агрессивных высказываний, как он говорит, лидеров НАТО, он принял решение, так сказать, поставить очередную категорию тревожности, которая означает повышенную боеготовность ядерных сил. Ну, мы прекрасно понимаем, так сказать, две вещи. Начну сначала. Первая причина этого, ну, наверное, такой причиной является некое поражение российской армии в Украине, потому что мы видим, что войска толком не продвигаются. Если продвигаются, то с колоссальными потерями. Ни одна из задач, изначально поставленных, как задача для Министерства обороны, не выполнена. Выражаясь, так сказать, каким-то там военным языком, можно сказать, что наступление захлебнулось. И очевидно, что победных реляций нет и быть не может. Соответственно, надо уходить оттуда. В общем-то, с военным позором. И этого перенести он не может. Тем более, что действительно западные силы не только воюют на полях сражений, но и применили свое основное оружие. Это финансы. Исключение из системы SWIFT, замораживание авуаров российских, вот этого фонда национального благосостояния, который представляет собой золото-валютные ресурсы. В связи с этим, очевидно, стало так обидно президенту, что он решил заняться ядерным шантажом. Такое название, оно такое устоявшееся, полностью соответствует. Так же, как и ты, я искренне полагаю, что реального боестолкновения на почву ядерной бомбардировки не состоится. Мы также ждали и вторжения в Украину. Мы тоже думали, что оно не состоится. Однако в 4 часа утра оно состоялось. Это неприятная ассоциация, но вся она, и та, и другая, она измеряется, очевидно, в процентах. То есть, наверное, когда мы говорили о начале войны, мы предполагали, что это может состояться с вероятностью 20-30 процентов. Сейчас мы можем говорить, что оно может состояться, подобное действие, с вероятностью 1 процент. Ну, потому что уж больно разные события. Война на Украине с помощью обычных оружий, так сказать, обычного оружия – это одна проблема. И вот за три дня злые языки утверждают, что погибло там 5 тысяч человек. Ну, не 5, я слышал 3,5-4 там где-то. Разные цифры, а они могут гулять. Значит, мы отчетливо понимаем, что в случае применения ядерного оружия, как показала Хиросима и Нагасаки, мы имеем два примера, значит, там за один день погибает 300 тысяч человек. Это при тех слабых боезарядах, которые были обрушены на Хиросиму и Нагасаки, сейчас заряды в сотни раз превышают по мощности. И, соответственно, в случае попадания в крупные города, мы совершенно спокойно можем иметь миллионы жертв из-за денег, получается. Но я так понимаю, мы вот сейчас обсуждаем это стратегическое ядерное оружие. А сейчас вот такая доктрина в военной среде, как применение тактического ядерного оружия. То есть это ядерное оружие малой мощности, которое, в принципе, ну, как они считают, оно безопасно, да, то есть такого поражения, как в Хиросиме, его не будет. Но оно позволяет, значит, как бы произвести... Ты говоришь вещи, которые, пожалуй, не соответствуют действительности. Значит, первое. Вот то, что называется тактическим ядерным оружием или оперативным ядерным оружием, оно как раз по мощности сравнимо с тем, что было в Хиросиме и Нагасаки. Потому что стратегические бомбы, еще раз говорю, в сотни раз мощнее, чем то, что применили в Хиросиме и Нагасаки. Это раз. И второе, что порог начала большой войны со взаимными ударами, тысячами боеголовок, несравненно более мощными, чем в Хиросиме и Нагасаки, порог наступления, так сказать, вот этой глобальной ядерной войны, он резко снижается. Одно дело, когда бегают энтузиасты из автоматов или даже с применением системы ГРАД осуществляют...